МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире программа Наша экономика. Для каких целей государство возрождает систему профессиональных квалификаций и какие приобретенные навыки уже можно узаконить в Красноярске? А также первые, пусть пока очень предварительные, но все же результаты сельскохозяйственной переписи, что удивило уже на начальной стадии сбора данных. Начнем. Завершился первый, основной этап масштабной всероссийской сельскохозяйственной переписи. Полтора месяца по всей стране ходили переписчики, чтобы узнать, чем в буквальном смысле живет село. Теперь собранные сведения будут еще долго анализироваться. Общие окончательные данные мы узнаем лишь к 2018 году. Но, впрочем, некоторые предварительные данные все-таки уже имеются, а в том числе и такие, которые удивили переписчиков, отраслевиков и нас. В какую сторону меняется облик сельского хозяйства в нашем крае? Давайте разбираться. Мы привыкли сейчас, вот фарш как бы делаем, кролик и говядина. И вы знаете, ну это очень удивительно, такие сочные, хорошие котлеты. Кролики, которые, как известно, не только ценный мех, но и несколько килограмм отличного диетического мяса, не единственный пример новых веней жизни сельчан. Причем это не сельхозпредприятие, не фермерское угодие, а обычное подворье жилого дома в поселке Березовка. А в соседней деревне переписчица открыла для себя и для страны необычную птицеферму. У нас крестьянское фермерское хозяйство есть в Чудовке. И вот девушка молоденькая разводит редкие породы птиц. Цесарки, утки, индоутки у нее, фазаны. Потом есть у нее страусята маленькие, я сказала, тоже будет разводить курицы каких-то редких очень пород. Ну, не такие вот простые, а вот именно редкие. В основном она занимается разведением вот этих вот маленьких, маленькими продает. Оказалось, что наш народ активно экспериментирует с новыми видами растений и животных. Сои, арабс, кукуруза, табак. Причем в северо-енесейском районе. Фермерское хозяйство по разведению моралов или даже лохматые свиньи. Выявлены новые сельхозживотные, таких вот, которых, допустим, раньше не встречалось. Это как венгерские свиньи. Мораль, как они называются, венгерские свинки, которые именно крестьянское фермерское хозяйство. Здесь вот у нас один фермер разводит на территории Рыбинского района. Была завезена она с Венгрии. Специально писал он письмо послу Венгрии. И вот с доставкой были ему завезены сюда. Ничего подобного во время прошлой сельхозпереписи в 2006 году у нас в Крае не было. Впрочем, вопросы тогда стояли другие. А в этот раз статистики заинтересовались, например, и такими вещами, как пользование господдержкой, чтобы власти смогли скорректировать формы и объемы помощи в последующем. Спрашивали и про использование банковских кредитов. В целом было переписано 360 тысяч объектов. Интересно, что число сельхозорганизаций, то есть крупных форм, по сравнению с прошлой переписью, уменьшилось почти в два раза – до 469 штук. Количество крестьянско-фермерских хозяйств тоже уменьшилось в два раза – до 1573. Но вот площадь, используемая ими земли, выросла. Это говорит о том, что за 10 лет произошли процессы укропнения. Юридических лиц стало меньше чисто количественно. Но вот качественных показателей мы не потеряли. Ведь важно не то, сколько субъектов. Потому что субъекты могут объединяться, поэтому их меньше становится. Кооперация сейчас у нас развивается, поэтому есть один кооператив, который объединил несколько предприятий, которые раньше существовали. И важно не потерять качественные показатели или количественные показатели в объемах производства, в Воловке. Здесь у нас, в общем-то, все неплохо. И мы набираем обороты с каждым годом по увеличению посевных площадей, по увеличению объема производства сельхозпродукции, будь то мясо, будь то молоко. Характерный пример тут – производство молока. Да, дойная стада за эти годы сократилась, идет выбраковка. Но при этом средний надой за тот же период вырос на большую величину. В итоге мы не только не потеряли в литрах, но и экспортируем лишнее молоко в соседние регионы. Если же вернуться к количественным показателям объекта в переписи, то отдельно стоит упомянуть и садоводческие хозяйства. Их переписали впервые и не зря. Уже по предварительным данным видно, что прослойка дачников в нашем крае заметно расширилась. Можно сделать еще определенный такой вывод, что у нас увеличилось число садоводческих, огороднических объединений граждан с 1800 до 1900, и также увеличилось количество земли с 31 тысячи гектаров до 36 тысяч гектаров. Также были вопросы, которые связаны были с сельхоз, именно с дачниками, с огородниками. Какова транспортная инфраструктура, каково их обеспечение газом, водой, и есть ли наличие интернета. Если в 90-е годы дачи в буквальном смысле кормили наших граждан, то в 2000-х многие забросили свои 6 соток. И, похоже, теперь мы вновь наблюдаем всплеск интереса жителей к садоводству и огородничеству. Это пока первый однозначно понятный результат сельхозпереписи, а значит, государству уж точно придется учитывать дачников как новый набирающий обороты субъект сельхоздеятельности. Так совпало, что параллельно с интересом статистиков к дачникам в нашем крае нарастают интересы краевого правительства к дачникам. Для них впервые принят закон о поддержке, аналогов которому нет в России. И для них уже выделяют десятки миллионов рублей из краевого бюджета. Так что этот блок переписи и ее результаты тоже интересны краевому минсельхозу. Осталось подождать подробностей, которые статистики обещают в самом конце этого года. В Красноярском крае будут появляться новые центры оценки квалификации. Пора, наверное, привыкать к этой новой аббревиатуре ЦОК. Зачем это нужно? Допустим, когда-то вы получили диплом экономиста, а работать пошли по другому направлению, например, в строительство снабженцем. И уже много лет занимаетесь этим профессионально и хорошо. Диплом один, а жизнь научила другому. В таких случаях миллионы. И вот вам нужно переехать, например, в другой город. Как вы там докажете, что вы квалифицированный строитель-снабженец? Бумаги-то нет, только диплом экономиста. Вот для этого и создаются центры оценки квалификации, где можно узаконить свои навыки. Впрочем, не только для этого. Это всего лишь часть огромной работы по созданию в стране национальной системы квалификаций. Система квалификаций незаслуженно забытое наследие советской эпохи. А раньше было удобно. Карьерная лестница легко отражалась в том или ином разряде, который тебе присваивали. Ты стремился повысить свой разряд, поскольку он отражался на зарплате. И на рынке труда твой уровень квалификации всегда был понятен другим работодателям. За последние 25 лет систему квалификаций мы растеряли. Рынок сам стал регулировать возможности трудоустройства и уровень зарплаты. И вот сейчас государство все-таки создает заново национальную систему квалификаций и профессиональных стандартов. Будет единый реестр, где будут указаны все разработанные и принятые на данный момент профессиональные стандарты. Те профессиональные стандарты, которые находятся в стадии разработки. Центр оценки квалификации. То есть там, где человек может подтвердить свою квалификацию на соответствие профстандартов. То есть вся необходимая информация о том, как развивается система. То есть на данный момент существует 800 профессиональных стандартов. До конца года их будет более тысячи. Проще говоря, в этом реестре будет описание свыше тысячи профессий и каждое с описанием требований к ней. Требования, конечно, придумает не государство, а сами работодатели. Собственно, бизнес и должен дальше подхватить эту тему. Государство только задало посыл в виде необходимых законов. А вообще это компании, отраслевые союзы и профсоюзы должны быть заинтересованы в квалифицированных кадрах. Ведь как по-другому найти себе нужных работников? Зачастую все, что у них есть, диплом об образовании, который фиксирует только стартовую квалификацию человека в юности. О чем подтвердить весь остальной опыт, полученный за годы трудовой деятельности. Характерный пример – авиация. Для того, чтобы авиакомпания, когда она принимает на работу летчика, руководителя экипажа, необходимо провести тест на реальном тренажере. И запуск этого тренажера обходится 800 долларов. Соответственно, летчик, он пришел в Аэрофлот, Аэрофлот запустил ему тест, он пришел в Севен, запустили ему тест, так далее, так далее. Соответственно, например, гражданская авиация заинтересована, чтобы был такой центр независимой оценки, чтобы один раз этот предполагаемый пилот прошел эту аттестацию в этом центре, оценку, получил сертификат, и уже не нужно его перепроверять. Помимо реестра профессий и отраслевых советов, которые будут разрабатывать профессиональные стандарты по каждой специальности, потребуется создать и независимые центры оценки квалификации – ЦОКИ. Имеется в виду независимые от системы образования. Ведь у нас учебное образование сами учат и сами оценивают, проводя экзамены. Отсюда у работодателей зачастую низкий уровень доверия к дипломам и аттестатам. Автономный же ЦОК будет работать по принципу автошколы, где учат инструкторы, а экзамен принимают гаишники. Так и здесь проверку знаний в ЦОКИ будут проводить независимые эксперты от отрасли. У нас в крае созданы уже два таких центра оценки квалификаций – для сварщиков и для строителей. Здесь собственное оборудование, собственные стенды и собственные эксперты. Они проводят испытания специалистов и выдают сертификат. Этими услугами ЦОК могут воспользоваться как работники за свой счет, то есть оплатить и подтвердить свою квалификацию, так и работодатели, направляя специалистов в ЦОК для подтверждения. На соответствие тому же профстандарту. Я думаю, что мы свои активные позиции и своими ресурсами добьемся того права, чтобы у нас было как можно больше центров оценки квалификаций, чтобы и работодатели могли использовать этот ресурс, и, собственно, граждане, которые желают подтвердить свою квалификацию, могли это сделать в Красноярском крае. Стоит такая услуга, как оценка квалификаций, для самого роботника – порядка 10 тысяч рублей, для работодателя – порядка 20 тысяч рублей. Но недавно были утверждены налоговые вычеты для тех, кто потратится на получение национального сертификата. Граждане, впрочем, готовы тратиться. Тех же сварщиков в Красноярске аттестовали уже несколько десятков. У них особый случай. Обычное профучилище присваивает сварщику одну категорию, а на практике они легко осваивают и другую. Например, вдобавок газовой занимаются и плазменной сваркой. Поэтому национальный сертификат как бы узаконивает их приобретенные позже квалификации. Трудоустроиться становится проще. Впрочем, создание национальной системы квалификаций в конечном счете подтянет и саму систему образования. Вузам и училищам придется ориентироваться на стандарты, разработанные отраслевыми экспертными советами, то есть самими работодателями. Сейчас задача образовательного стандарта привести в соответствие с профессиональным стандартом. То есть образовочить не чему-то, а только тому, что требует профессиональный стандарт. Тогда и у соискателей не будет вопросов при трудоустройстве, потому что их образование будет соответствовать тем требованиям, которые предприятия предприятия. И образование – это посыл для того, чтобы готовить тех специалистов, которые востребованы бизнесом. Ну и чтобы было понятно, что внедрение национальной системы развития квалификаций неизбежно, добавлю, что с 1 января уже следующего, 2017 года, заработает официально тот самый единый реестр профессий с описанием стандартов квалификаций. А с 2020 года его соблюдение станет обязательным для госкомпаний. То есть все их сотрудники должны будут соответствовать профессиональным стандартам. Для остальных, для частного бизнеса, участие будет добровольным. Но если бизнес и вправду хочет повысить свою эффективность и производительность труда, ему все равно придется либо набирать новых, квалифицированных по системе работников, либо доучивать имеющихся, подтягивать их уровень до по-настоящему профессионального. На этом у нас все. Следующий выпуск нашей экономики ровно через неделю. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова